Поэтому, ну, вот такое вот обращение было, и оно нас огорчило. Тем не менее, вы, парламент непредставленных, группа, инициативная группа из парламента непредставленных, пыталась связаться с Бараком Обамой, которого вы уже упомянули, направить ему резолюцию, направить ему письмо, информацию. Как эта идея родилась и чем она закончилась? Вы знаете, значит, идея родилась у некой инициативной группы, состоящей, по-моему, из молодых девушек. Я точно вам не скажу, потому что в создании этой именно инициативы я не участвовала. Но это не официальное мероприятие, конгресса не граждан. Это не официальное мероприятие именно конгресса не граждан, но мы посчитали необходимым ее поддержать, причем мы это обсуждали на уровне правления, и посчитали это хорошим знаком, хорошей инициативой, тем более в рамках того, что наши президенты Балтийских стран, в том числе и наш президент Латвии, отправился к Бараку Обаме с дружеским визитом или с рабочим, наверное, что-то с рабочим визитом. И, насколько мне известно, петиция дошла до адресата. То есть Барак Обама ее видел? Насколько мне известно, да. Но, скажем так, свечку не держала, точно сказать не могу. Но по тем сведениям, которые есть, обещали передать и передали эту петицию в электронном виде Бараку Обаме. Но, видите, судя по той информации, которая была после этой встречи в прессе, о том, что было в этой встрече рабочее, о чем говорил Барак Обама нашему президенту, но, по-моему, там неграждане не упомянулись ни разу, к сожалению. Но, на ваш взгляд, подобные инициативы, они имеют смысл? Насколько они могут быть эффективны, даже если Барак Обама видел эту резолюцию? И что? Знаете, вот вы сейчас поставили вопрос так, как ставят его, возможно, и для себя, в том числе, очень многие люди. Ну вот и что? Вот я буду делать, и ничего не будет. Если ничего не делать, вот тогда и не будет. Я считаю, что любая инициатива нужна. Любые документы, декларативного ли характера, предложенческого характера, они необходимы для того, чтобы осуществлять общественное давление, общественного мнения на те лица, от которых зависит принятие решения и которые могут помочь в продвижении этого вопроса, чтобы он разрешился так, как, в принципе, по справедливости должен быть разрешен. Любая инициатива, она необходима, любая инициатива, она приводит к некоторому общественному давлению. Понятно, что люди устали, что народ уже мало во что верит, потому что правительство не реагирует на отчаяние народа уже даже, не говоря о каких-то идеалах или идеологических каких-то моментах, даже в плане элементарного выживания, поднятия зарплат тем же педагогам, медикам и прочим. То есть, к сожалению. Но если мы не будем ничего делать, под лежачий камень вода не лежит, мы ничего не добьемся. Вы нашли союзников каких-то за рубежом? Потому что говорили лидеры Конгресса неграждан изначально, что планируют работать в том числе и с зарубежными представителями ради того, чтобы как-то решать эту проблему неграждан извне. Да. Насколько влиятельны эти союзники? Пофамильно не назову, но уже также была информация и в СМИ об этом. Сразу после первой сессии парламента непредставленных представители наши ездили в Брюссель, в Европарламент, проводились переговоры с европарламентариями, была озвучена проблема неграждан Латвии, опять же, и не только со стороны Инессы Вайдеры, а также со стороны представителей парламента непредставленных. И планируется презентация книжки, опять же, о правозащитной деятельности в рамках референдума за русский язык, наверное, в начале октября. Где-то вот тоже в Европарламенте уже есть некоторые договоренности об этом. И мы надеемся на все-таки такую достаточно массовую поддержку со стороны европарламентариев, так как мы входим, ну, наша страна входит в Европейский Союз. Вот, и также приезжали представители ОБСЕ, я с ними тоже встречалась лично, и они отмечали, опять же, в своем последнем отчете, опять, в очередной раз сделали отметку о том, что у нас дискриминируются неграждане, что они не допускаются на голосование на муниципальном уровне, что, например, сделано в соседней Эстонии. Ну вот, с этими официальными институтами мы работаем. Насколько интересны проблемы неграждан европейским парламентариям, не представляющим Латвию? Ну, вы знаете, во-первых, в Европе большой ценностью являются права человека во всем Европейском Союзе. И когда происходит вот такая вопиющая дискриминация людей, да, большого количества населения, у нас неграждан 312 тысяч человек. Порядка 16%. Да, то есть и европарламентариев это, естественно, не устраивает. И на самом деле, ну, это мое мнение, я как бы с европарламентариями не общалась, но мне кажется, что это должно вызывать стыд за страну Евросоюза, за тот союз, в который входят вот эти все государства, что такое происходит в 21 веке. Если у парламента не представлены какие-то конкретные цели, когда должен быть решен вопрос неграждан в Атвии? Мы сейчас в вопросе, вы немножко задали, наверное, два вопроса. Когда и цели, это разные вещи. Цели это цели, когда это временные сроки. Наверное, я оговорился, да? Да, ну, вот, нет, я про сроки не скажу. То есть вот нет такой конкретно, там, 2015, 2016, 2017? Вы знаете, мы поставили себе, когда он будет решен, я вам не скажу, да, то есть я не провидец, я не пророк. Но мы поставили себе цель, это 2015 год. Это до того, как Латвия станет президентствовать в Европейском Союзе. То есть это именно с этим и связано? Да, совершенно верно. То есть чистой совестью и так далее. Ну, как бы, да, это в продолжении того, о чем мы говорили с вами ранее, да, то есть это позор в Евросоюзе, когда есть такие бесправные люди, да, проживающие на территории этого Союза. И страна, президентствующая в Европейском Союзе, она не может просто себе морально, наверное, или вот позволить таких, ну, иметь вот таких неграждан, которые лишены и дискриминируются по очень многим показаниям. Хорошо, насколько вас поддерживают неграждане? Не те 15 тысяч, которые принимали участие в выборах, а остальные? Потому что, опять же, многие оппоненты идеи парламента не представлены, говорят о том, что большинство неграждан им либо все равно, либо они даже не поддерживают вот это учреждение. Вы чувствуете поддержку вот этих 312 тысяч? Вы знаете, вокруг меня есть достаточное количество неграждан, да, которые действительно поддерживают, и, наверное, я, так пафосно сказать, защищая их интересы, да, я питаюсь их поддержкой. Есть, конечно, люди, которые им это не нравится. Это всегда будет. Всегда будут те, кто за, всегда будут те, кто против. Я не за то, чтобы навязывать это гражданство всем, да. Был правильно на референдуме поставлен вопрос, который будет еще рассматриваться в Конституционном суде, допустить второй этап, не допустить. То, что у нас Центральная избирательная комиссия, ну, прикрыла этот референдум. То есть, если человек не хочет брать гражданство, ему так удобнее. Ради бога, пусть он остается, да. Но возможность принять это гражданство, не сдавая натурализацию, вот эту, не проходя процесс, у него должна быть. Если он здесь родился, он здесь всю жизнь прожил. Также я, ну, это уже моя личная сверхзадача, по которой я, в принципе, работаю в рабочей группе в парламенте непредставленных, это допуск не граждан голосовать на муниципальных выборах. Ну, почему это сверхзадача? Потому что нужно изменение Конституции для этого, да. Поэтому я считаю это сверхзадачей. Для муниципальных выборов, получается? Да, да, потому что у нас Конституция говорит, что выборы в самоуправлении происходят так-то, так-то, и принимать участие у них имеют граждане Латвии, граждане Евросоюза, которые тут пять лет прожили. Но вас бы лично удовлетворило, если бы Латвия разрешила голосовать негражданам, я имею в виду официальная власть, разрешила голосовать негражданам на муниципальных выборах. Этого было бы достаточно? Нет, это промежуточный вариант. Это, скажем так, я же говорю, это сверхзадача в рамках рабочей группы, но как парламентарий от парламента непредставленных у меня есть, я разделяю и поддерживаю две конкретные цели. Это ликвидация института без гражданства, да, возможность без натурализации получить это гражданство Латы, а также создание единой политической нации. Потому что я твердо убеждена, что если мы не создадим здесь в Латвии единую политическую нацию латвийцев, да, то наше государство, оно просто обречено вот слиться, наверное, вот эту федеративную республику, федеративное образование Соединенных Штатов Европы, о котором очень много говорят. И мы не то, что там потеряем идентичность, мы и можем, ну, как это, государство, принадлежность государству потерять. Ну, хорошо, если бы вам, парламенту непредставленных, предложили компромисс, мы, Латвия, разрешаем голосовать негражданам на муниципальных выборах, но вы прекращаете свою работу, вы согласились бы? Вы знаете, нет, скорее всего, не согласилась бы. Я говорю сейчас лично свое мнение, может быть, во время дискуссии в парламенте я бы свое мнение поменяла. У меня, как вам сказать, я всегда за то, чтобы принять взвешенное, разумное решение, чтобы просчитать все возможные риски, все возможные ресурсы, которые необходимы. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что этой меры недостаточно для достижения тех целей, которые мы себе поставили. Да, но, опять же, возможно, возможно проведение некоторого общественного опроса в средине граждан. Было бы им это интересно или нет, да? Это как, опять же, любой парламентарий, любой депутат, это работа со своими избирателями. Нужно идти у них и спрашивать, что вам надо, что вы хотите. Так как мы являемся избранным органом, да, мы должны исходить из того, что люди хотят. То есть они нас уполномачивают представлять свои интересы, не мои интересы, а свои. Вот. И, кстати, в рамках этого мне бы очень хотелось упомянуть ту инициативу, опять же, которую в рамках рабочей группы на сегодняшний день я стараюсь продвинуть. Нам известно, что в первом чтении уже принят закон о местных референдумах, которых разработало Министерство окружающей среды. И, опять же, там есть некое противоречие. Статья первая этого законопроекта говорит о том, что цель закона это способствовать вовлечению в деятельность самоуправления конкретного всех жителей этого самоуправления. Но статья седьмая, она ограничивает возможность принятия участия в этом голосовании. Опять же, у нас там написано, что принимают участие в голосовании на местных референдумах граждане Латвии, граждане Евросоюза. Я 11 сентября написала обращение ко всем фракциям в нашем действующем парламенте с просьбой сделать некие поправки, там все расписано конкретно, чтобы допустить неграждан до голосования на этих местных референдумах. Потому что, опять же, законопроект говорит о том, что референдумы местные будут не за счет государства делаться, а за счет самоуправления, за счет их средств. Неграждане платят бюджет налоги от 23 до 25 подоходного налога с населения. И опять же, получается, пир, за который они платят, но в котором они не участвуют. Ну вот, подождем реакции нашего местного парламента, что он скажет. Но если они отклонят это... Здесь хотелось отметить большой плюс этого обращения, потому что парламентариям нашим не нужно менять конституцию для этого. Это законопроект, после третьего чтения он будет законом. То есть все гораздо проще. Да, и гораздо проще. И здесь нужно квалифицированное большинство, это 50 плюс один голос. Ну, возможно, какая-то из партий захочет себе, может, очки какие-то дополнительные за счет этого получить. Ну, может, это тоже будет предметом торга. Я не знаю, но я очень надеюсь, мне не важно как, но мне бы хотелось, чтобы конкретный результат был достигнут. Ну что ж, пожелаем вам удачи. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Спасибо вам большое, что пришли. Всего доброго. До свидания. До свидания. Не смотрели вопрос с пристрастием? Напомню, что у нас в гостях была депутат парламента непредставленных, юрист Елена Бачинская. Смотрите нас на телеканале Просто ТВ, слушайте на радио Болком, а также присоединяйтесь к нашему профилю в социальной сети Facebook. Ну, а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова